Мы только что выразили, что если у нас есть положение в системе координат, допустим, i, мы можем его умножить на матрицу i, j, и мы получим положение этой точки в системе координат j. Вот я просто переписал то же самое, только в системах координат i, j. Предположим, что тело у нас вращается. Давайте попробуем посчитать производную от точки P. P.j будет равна производной от этой сложной функции. r, i, j, pi, производная здесь, плюс r, i, j, производная тут. Это производная от произведения. П.j. Допустим, эта точка находится где-то здесь, а тут система координат относительно чего мы вращаем. И мы вращаем относительно этой точки. Мы вращаем абсолютно твердое тело. Это значит, что расстояние между точкой вращения и точкой, которая нас интересует, изменяться не будет. Производная от константы чему равна? То есть вот эта конструкция уйдет в ноль. Только для абсолютно твердого тела. Если бы мы моделировали эластичное тело, то оно уже не равно нулю, и выражение идет другим путем. Поэтому, так как мы работаем с абсолютно твердым телом, мы сильно себе жизнь упрощаем. П точка житая равно r, производная, и т. При этом вместо п и т мы можем расписать нечто подобное. что п и т равно, я возьму другой маркер, очень хороший. r и т житая, п житая. Согласны? Ровно то же самое, только для п и т. Меня поменял местами. И мы можем это теперь подставить сюда. Что получится? Что п точка житая равно r точка житая и умножить на r и т житая, п житая. Это производное положение, то есть это скорость, какая-то страшная конструкция, которую мы пока не понимаем, и положение. Давайте сделаем аналогию. Когда мы работаем с одним звеном, допустим, это одно звено, которое вращается с угловой скоростью, у нас здесь есть линейная скорость, может быть, из базовой кинематики помните, чему будет равно значение линейной скорости? Да, линейная скорость равно омега умножить на r я не буду использовать, чтобы не путать, на p. Вот это вот расстояние p. На самом деле здесь, что мы имеем, это на самом деле векторное произведение, у нас вектор угловой скорости, мы векторно умножаем на радиус вектор, и мы получаем линейную скорость. На самом деле мы здесь получили то же самое. Вот это p с точкой, это линейная скорость, p это наш шаг, наш рычаг. А вот это произведение есть не что иное, как угловая скорость тела. Как мы ее считаем для тела, которое совершает движение в пространстве? Угловая скорость равно r с точкой, j, t, i, t, r, i, t, j, t. Для того, чтобы понять, что относительно чего вращается, мы вводим здесь индексы. Нижний индекс говорит о том, какое тело вращается. То есть здесь мы описали движение точки и, выраженное в системе координат и относительно точки j, или тела j, или системы координат j, и движение выраженное в системе координат j. Эта же самая угловая скорость, тело системы координат i, которая вращается относительно системы координат j, мы можем выразить и в системе координат самой i, например. В таком случае мы делаем следующее. Пишем r, r. Сначала мы вот этот элемент пишем по вот этой диагонали, и по другой диагонали пишем g. К элементу, которым совпадают индексы, как здесь, и снизу, и же сверху, мы ставим точку производную. То есть в зависимости от того, какой порядок этих двух элементов, мы выражаем либо в системе координат тело, которое движется, либо в системе, относительно чего вращается. То есть, допустим, вот это тело, которое вращается. Мы можем описать угловую скорость этого тела относительно мира, неподвижной системе координат, например, относительно стола, или компьютера, или угла, любой неподвижной системе координат пространства. Это будет эта запись. выражение угловой скорости относительно неподвижности имя координат. На самом деле здесь может быть любое другое тело. Либо мы можем описать это движение в системе координат самого тела. Это необходимо для решения обратной задачи динамики. И в таком случае надо переставить местами. У нас есть два варианта, как мы можем описать угловую скорость. Все ли здесь ясно? Так, давайте теперь посмотрим еще раз на слайдах. Я мог бы изначально пощелкать слайды, но эта практика показывает, хуже усваивается. Когда выражается все из одного в другое, проще прослетить саму идею. В общем-то здесь вы можете видеть все, что я здесь выражал. При этом, какова размерность этой угловой скорости будет? 3 на 3. Потому что матрица R 3 на 3. И когда мы умножаем матрицу 3 на 3 на матрицу 3 на 3, результат будет тоже равен матрице 3 на 3. Но мы не привыкшие представлять угловую скорость в виде матрицы 3 на 3. Поэтому это не просто угловая скорость, это угловая скорость в кассосимметричном виде. Кассосимметричное представление – такое уникальное представление, которое равна себе же, если ее взять транспонированной и еще с обратным знаком. Давайте мы ее составим. Как она будет выглядеть, если наш вектор – это V1, V2, V3. Давайте подумаем про его диагональ. Что будет на диагонали? При транспонировании что у нас происходит? Допустим, матрица у нас A, B, C, D, E, F, G, H, I. При транспонировании у нас диагональ остается на месте. Все элементы поменяются местами. То есть C с G поменяются местами, D с B поменяются местами, H с F поменяются местами. А если она равна себе же и за знаком минус, когда это будет правдой? Когда равна нулю, верно? И можете видеть знаки у элементов. То есть если мы его будем транспонировать и умножать на минус 1, ничто не будет изменяться. Это такое уникальное представление. Оно позволяет нам на самом деле считать векторное произведение. То есть у нас есть скалярное произведение, то, что называется внутреннее произведение, есть векторное произведение. Если мы хотим вектор X векторно, это шалашик, ну или иногда его как кросс-продукт обозначает крестом, векторно перемножить с другим вектором, то мы один из них представляем в косметричном виде. На самом деле здесь омега это тоже вектор, который направлен на нас. И чтобы получить линейную скорость, нам надо угловую скорость векторно перемножить с радиусом вектором. И так как это плоский случай, мы сильно упрощаем здесь запись. Так что здесь мы угловую скорость считаем в косметричном виде и зная эту формулу, мы всегда можем составить из нее вектор угловых скоростей. Не в матричном виде, а в векторном виде.